Сегодня я хочу говорить на особенную священную тему. Мы будем говорить об исполнении Божьих осенних праздников. Я покажу вам, что то, что написано в Библии о таких днях, как Роша-Шана, праздник Труп, о празднике Йом-Кипур, День Искупления. Я покажу вам, что эти праздники означают для нас, верующих, и как они исполнятся для нас и в настоящем, и в будущем. А также, как они уже исполнились в нашей жизни как Божьих детей. Это очень важный выпуск, и я хочу призывать вас отнестись к этой серии очень серьезно, делать заметки и, может, даже устроить у себя дома групповое изучение. Мы начнем с того, что откроем книгу Левитв, в которой содержится весь Божий священный календарь. Многие из вас знают, что у Бога есть календарь, есть святые дни. Отсюда наши праздники. Мы посмотрим эти примечательные дни в Божьем календаре. Сразу скажу, что Божий календарь не совсем совпадает с тем календарем, что мы используем в Америке и во всем остальном мире. Божий календарь — это не григорианский календарь. В нем нет таких месяцев, как январь, февраль, март. Он имеет другую систему. И первый праздник, который мы посмотрим, празднуется в седьмой месяц по Божьему календарю. Месяц называется Тишарей. Это самый святой месяц в году. Мы рассмотрим несколько Божьих святых дней, которые выпадают на седьмой месяц Тишарей. Мы прочитаем отрывок из книги Левит. Это место будет нашим фундаментом. Итак, давайте вместе открывать книгу Левит, 23 главу, 23 стих и вплоть до 25. Я хочу выделить две фундаментальные концепции из этого отрывка. Во-первых, мы поговорим о том, как люди получат напоминание о празднике. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилеву, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник, труб, священное собрание. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу». Итак, люди услышат трубный звук. Давайте остановимся здесь. Для чего детям Израиля нужно было это напоминание? Это интересный праздник, если взглянуть на его контекст в Писании. Писание не дает нам прямого объяснения. Просто говорится, что в месяце тишерей они должны трубить в трубы, и это будет служить народу напоминанием. Итак, первый вопрос, который мы можем задать. О чем напоминал детям Израиля этот трубный звук? Я хочу показать вам ответ на этот вопрос. Мы находим его в Торе. Мы знаем, что самое кульминационное событие в истории Израиля было, когда Бог явился более чем миллиону евреев у Горысиной. Конечно, кульминацией всего был приход Иисуса, но до этого момента. То есть, то, что мы читаем в книге «Исход», самым важным событием в истории Израиля до прихода Мессии было явление самого Яхве, самого Бога Израиля, видимым образом на вершине Горысиной. А народ стоял у подножия горы. Я хочу, чтобы вы поняли, что если бы этого события не было, было бы невозможно объяснить существование еврейского народа. Потому что, только представьте, еврейский народ был не на своей земле на протяжении двух третей их существования. Они были рассеяны среди всех народов Земли. Мы знаем, что Израиль снова стал нацией только в 1948 году. Еврейский народ начал осуществлять Алью. Они начали переезжать на Святую Землю со всего мира. Но до этого момента большинство из них были рассеяны по всей Европе. В Испании, в Африке, в других частях Европы, в Америке. Они были рассеяны по всему миру, и об этом звучало пророчество в Торе. Итак, они рассеяны по всем народам. Их разделяет Великий океан, то есть евреи. В Испании не имели возможности общения с евреями в других частях мира, потому что не было интернета, телефона, не было средств связи. Их окружали только люди, которые были местными в том регионе. Они как бы растворились в языческом мире. Но все же, несмотря на то, что все эти годы остаток жил отдельно друг от друга, они смогли сохранить свою идентичность. Евреи в Испании сохранили свою идентичность. Евреи в Германии сохранили свою идентичность. И также евреи в других частях мира. И вот они живут, окруженные культурой местного народа, где они поселились. Но все же им удалось сохранить идентичность. И все это благодаря событию, произошедшему у горы Синай. Откуда бы в мире ни были эти евреи, все они говорят одно и то же. Они говорят, мы евреи. Бог явился нам на горе Синай. Он вывел нас из Египта кровью пасхального агнца. Они этого не забыли и не свернули с этого пути, не пошли на компромисс. Евреи рассказывают об этом событии три с половиной тысячи лет к ряду. И этому есть только одно объяснение. А именно, что это событие действительно имело место. Только подумайте, если мы говорим о необычном явлении, сохранении идентификации еврейского народа на протяжении многих веков, они не только сохранили сквозь века свою идентификацию в окружении языческой культуры, и при этом не имея возможности сообщаться друг с другом. Они не только сохранили свою идентичность в истории. Но если мы взглянем на еврейский народ сегодня, они составляют менее 0,2% населения мира. Однако более 22% нобелевских премий были выручены именно евреям. Единственное, чем можно объяснить этот феномен, это Словом Божиим. Бог действительно избрал Израиль из всех народов мира для особой цели. Он сверхъестественно их сохранил, даже когда они были рассеяны среди народов. И даже сегодня они имеют сверхъестественное влияние на этот мир, хотя они так малочисленны. Это настоящее откровение, возлюбленные. Это факт. Итак, мы возвращаемся к празднику труп, к Рошашане. О нем говорится в книге Левит 23 главе 23 стихе. Мы только что прочли это место. Праздник труп отмечается каждый год в первый день седьмого месяца Тишерей. Евреи должны трубить в трубы в качестве напоминания. О чем им напоминалось? Что они вспоминали и что вспоминают каждый год современные евреи, когда трубят в шафар, в синагогах по всему миру, когда иудеи отмечают этот праздник. Это напоминание о том, как они были собраны у подножия горы Синай три с половиной тысячи лет назад, «И святой Бог Израиля, сам Яхве, явился во славе на вершине горы. Из небес был слышен звук трубы, и труба звучала все громче. Это была сверхъестественная, божественная труба с небес. И во время того, как труба достигла кульминации или крещенда, сам Яхве обратился к еврейскому народу. И они трепетали в страхе и умоляли Моисея просить Бога, чтобы он прекратил». Мы прямо сейчас прочитаем об этом в книге «Исход» в 19 главе, в 10 и 11 стихах. Слово Божие говорит так. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на горах Синай». А теперь посмотрим 16 стих. «На третий день, при наступлении утра, были громые молнии и густое облако над гороем. И трубный звук весьма сильный, ибо стрепетал весь народ бывший в Стане, и вывел Моисея народ из Стана». Вот эти важные три слова. «Всретение Богу» и «Сталью подошвы горы». Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный. Пожалуйста, поймите, что в праздник труб роша шана, йом труа, они трубят в трубы. И это напоминает еврейскому народу как раз о том, о чем мы сейчас с вами читаем. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Итак, каждый год, когда еврейский народ идет в синагогу, и звучит труба, шафар, то через это Бог желает напомнить им, что они имели встречу с Ним у горы Синай три с половиной тысячи лет назад, и их сретение с Ним было возвещено через шафар, через трубный звук. А теперь подумайте об этом в контексте того, что исполнилось в Иисусе. И мы откроем с вами послание к Фессалоникийцам, 4 главу, 16-17 стихи. Я хочу, чтобы вы увидели, как то, что мы сейчас увидели, связано с пророческим исполнением. Давайте прочитаем Слово Божие. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стихи. Потому что Сам Господь «При возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». Он сошел с неба на гору Сина, и вот что произойдет, когда вернется Иешуа. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Если вы читали внимательно, то заметили, что когда придет Господь, когда Иисус, Иешуа Хамаше, придет, о его возвращении будет возвещать трубный звук, будет звучать шафар. Мы прочитали об этом в первом послании Фессалоникийцам. И когда он вернется, и об этом возвестит шафар, мертвые во Христе воскреснут, и те из нас, кто будут живы на планете Земля, и кто знает его, будут восхищены, чтобы встретить его в воздухе. Так же, как Моисей поднялся на гору, чтобы иметь встречу с Господом. Разве это не прекрасно, возлюбленные? Прославьте Господа за это прямо сейчас, прямо сейчас у ваших телеэкранов. Я хочу поговорить с вами сегодня о двух вещах. Я хочу вложить в ваше сердце две мысли. Первая мысль. Послушайте, возвращение Иешуа — это реальность. Вы можете быть в этом уверены. Он действительно вернется. Я буду говорить об этом, и я верю, Бог будет через свое слово укреплять сегодня вашу веру. Порой мы слышим о возвращении Иисуса, и это влетает в одно наше ухо и влетает в другое. Я не говорю, что это вы, но это правда о многих людях. Они слышали об этом так долго, и это находится настолько вне нашего опыта. Он не вернулся вчера, не вернулся на прошлой неделе, не вернулся в прошлом году, и сколько бы вам ни было лет, он еще не возвращался. Не возвращался он и при ваших родителях, и их родителях. Природа человека такова, что проходит время, и мы просто перестаем ожидать. Мы слышим об этом и согласны с этой доктриной, но на самом деле мы его больше не ожидаем. Я хочу уверить вас, друзья, что мы должны ожидать возвращения Иисуса. Писание учит, что Бог Отец призывает каждое поколение ожидать Его возвращения во время их жизни. Я хочу помочь вам сегодня осознать, что возвращение Иисуса Христа скоро и неминуемо. И также в этом послании, которое я продолжу на следующей неделе, я хочу уверить вас, друзья, что небеса реальны. Мы слышим о небесах, мы верим в небеса, но с Божьей помощью я хочу помочь вам осознать, что небеса — это реальное место, и что те из нас, кто знают Бога, действительно попадут на небеса. Давайте начнем с первой мысли. Сегодня мы поговорим о том, что Иисус действительно грядет. Посмотрим Евангелие от Иоанна 14 главу 2 и 3 стихи. Иисус сказал в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе. Иисус уверяет, давая обещание, а если бы не так, я бы это вам не говорил. Он говорит, я иду приготовить вам место. И тут внимание, я приду опять и возьму вас к себе. Иисус вновь грядет. Примите это в свое сердце. Иисус вновь грядет. Он придет за вами. Положите руку на сердце и скажите громко, Иисус придет за мною. Возлюбленные, Он действительно однажды вернется. Давайте сделаем это вместе. Скажите вместе со мной, Иисус придет за мною. Петр предупреждал об опасности потерять веру в это. Он предупреждал нас о потере чувства ожидания. Он говорил о людях, которые говорят в своем сердце. Если он все эти годы так и не вернулся, то где же он тогда? И они перестают ожидать. Об этом говорится и в притче о десяти девах. Все десять утверждали, что верят, что жених вернется. Но пять из десяти перестали ожидать и быть начеку. Они не следили, чтобы в их светильниках было масло. Они верили в его приход, но потеряли чувство ожидания, что это произойдет скоро. Поэтому они заснули. И когда вернулся жених, они были не готовы и не смогли войти. Уверяю вас, друзья, Иисус придет за вами уже скоро. Его последние слова в Библии «Вот гряду скоро», вы встретите его. «Я встречу его». Это произойдет либо когда мы умрем, либо когда он вернется, но это произойдет во мгновение ока. Жизнь проходит как пар. Те из нас, кто постарше, если мы оглянемся на нашу жизнь, она пролетела так быстро. Мы с вами уже скоро встретим Иисуса. Знание об этом должно помочь нам стараться жить для Него каждый день нашей жизни. Потому что этот мир проходит, и похоть его проходит. Но Писание говорит, соблюдающий волю Божию пребывает вовеки. Бог поместил этот праздник в свой священный календарь, потому что Он хочет напоминать вам каждый год, что Иисус придет опять. Он придет скоро, и Он придет за вами. Святой день, который называется Роша-Шана, что значит для евреев «голова года», по-библейски называется Йом-Труа, праздник труб. Господь поместил его в свой календарь для всей церкви, чтобы каждый год в нашей жизни мы могли снова сконцентрироваться на возвращении Иисуса Христа. Дорогой друг, Он придет за вами, и Он придет скорее, чем мы с вами думаем. Он хочет, чтобы каждый из нас ожидал Его пришествия и жил так, словно Он точно придет при нашей жизни. Поэтому я хочу вдохновить вас сегодня. Преклоняю для сего колени. Вот последние слова, которые произнес Иисус. «Се, гряду скоро, и возьми, где мое со мною, чтобы воздать с каждым по делам его». Почему в Откровении это Его последние слова? Потому что Он хочет, чтобы мы жили, взирая на Его возвращение. Иисус придет за вами. Положите руку на сердце еще раз и скажите, «Иисус скоро придет за мною». Я очень люблю вас. С вами был Равин Шнайдер. И я говорю вам Шалом.